Мы всему миру укажем, как жить. И весь мир будет плясать под наш удут. И вот это сегодня основное столкновение в мире. Это сегодня основная проблема. И эта проблема будет усиливаться, пока Соединенные Штаты не вернутся к своим естественным размерам, которые были раздуты в результате Второй мировой войны. Которые выросли до недопустимых размеров после того, как развалили Советский Союз. Им это ударило в голову, и они поняли, что они господа всего мира. Нет, не будете. Никогда. Империи существовали большие по мере того, как они давали развиваться. Другим народу. Даже при Чингисхане. Вроде бы зверская империя. 800 лет назад в империи Чингисхана никто не вмешивался во внутренние дела народов. Никто не преследовал никакую религию. Ни христианскую, ни иудейскую, ни мусульманскую. Не трогали никого. Вы живите, как хотите. То есть тогда тоже ни у кого не хватало бесчеловечности даже в такой жестокой империи, как Чингисхана кого-то, кому-то ломать его природную, его естественную, историческую, культурную жизнь. Нет. А Соединенные Штаты решили, что они могут. Европа решила, что она может. Они сделали из Латинской Америки Европу. Они сделали из Африки, которую они грабили и в которой они были 2000 лет что-то похожее на Европу. А что они делали в Азии? Не получилось ничего. Даже с полудиким Афганистаном у них ничего не получилось. И нигде не получится. А они имеют наглость и глупость замахиваться на страны с тысячелетней богатейшей истории, культуры, нравственности. Говорит, нет, наши лучше. Будете жить по нашей? Не получится. Не получится. А в том анекдоте. Сначала догоните моего меньшего брата. Сначала справьтесь с вашими соседями. Ну, наведите хотя бы в Гатемале какой-нибудь нормальный порядок. Где-нибудь в какой-то Латинской Америке. В какой-то африканской стране. Вот взяли. Либерия. Либерия. Американская идея. Вернуть в Африку африканцев, которых вывезли рабами и построить на их базе цивилизованное государство. О, да. Мы видели эту цивилизацию. И кто больше всего зверствовал? Жители и элита Либерии, которая приехала из Соединенных Штатов. Именно они, пройдя американскую культуру, и построили это государство, которое даже по африканским понятиям отличалось изуверской жестокостью. Так что, какова проблема сегодня в мире? И с этим мы сталкиваемся. И с этим сталкиваются все страны. И даже мы столкнулись с этим, и будем сталкиваться, и дальше будем. по всем проблемам. А что же говорить о России? А что говорить о Китае? И тот, кто этому сопротивляется, он и является для них угрозой. И тот, кто не признает это, и своим существованием доказывает, что не может Америка править миром и предписывать с ним все, он угрожает безопасности и существованию Соединенных Штатов. Самим своим существованием. И они это не отрицают. Поэтому и Россия, и Китай и будут и дальше смертельной угрозой для нынешних Соединенных Штатов, пока они будут жить и пытаться жить по этим своим правилам и навязать их другим. Другого не будет. То есть выход из этого только один. Или останется Россия, или Соединенные Штаты. Или останется Китай, или Соединенные Штаты. Потому что Россия не пытается навязать ни одной стране мира, тем более Соединенным Штатам, какие-то другие нравственные, экономические, другие принципы. Китай тоже не пытается. И вот эти пропагандисты Запада, что они говорят? Они не обвиняют Россию, что Россия хочет разрушить Соединенные Штаты. Они не обвиняют Россию в том, что Россия хочет навязать Соединенным Штатам, как они объявляли в свое время по отношению к коммунизму. Новый какой-то режим, новый какой-то власть. Нет. Россия не подчиняется их правилам, и поэтому она угрожает. Россия не соблюдает их нравственные нормы, которые в России считаются беднравственными. То же самое Китай. Китай не согласен выполнять общие правила, которые они для них Китая определили. Они уже пытались это сделать 150 лет назад в опиумной войне. Они пытались это сделать в начале 20 века. И поэтому и Россия, и Китай, и любая страна, которая не примет, по мере неприятия этой страны нравственных норм Соединенных Штатов, которые для этих стран, для этих культур являются безнравственными, превращают их в смертельных врагов. Вот такова сегодняшняя действительность. А все остальное это технические детали. частные детали, определяющиеся теми или иными районами или тем, что происходит. Так что, в ответ на то, а что сейчас происходит, вот это сейчас и происходит. Мир сейчас находится в состоянии выхода из этого положения. А выход тут, как говорится, сумма ноль. Или один, или другой. Или вы, или вас. отец. Спасибо за субтитры Алексею